Терра инкогнито Терра инкогнито Терра инкогнито Радиостанция «Сангейт». Радиостанция «Сангейт» 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 Вы знаете, у меня рабочий день, я вот как-то засек 12 часов в день. Что-то надо менять в этой жизни. Но эти все часы, это удовольствие. То есть, я читаю книги по Тарой, я готовлюсь к лекциям, я пишу свою книгу большую. Я одну уже написал, «Нечерний чай при свечах и картах» Тарой, она есть в интернете, в свободном доступе. Пожалуйста, все, кому интересно, могут ее взять. Вот сейчас я работаю на второй книгой. То есть, это в удовольствие. Было бы не удовольствие, я бы 12 часов не работал бы в жизни, просто немедленно убежал бы. Вот вопрос, как я пришел к картам Тарой. Это очень странная история. Как всегда, это какие-то забавные совпадения. Я первый раз увидел карты Тарой именно в 88-м году. Я был в гостях у... То есть, мой отец, у него есть друг. И я поехал в Чехию. Ну, тогда, если вы помните, 88-й год, это большая экспедиция, поехать даже в Чехию. Это за рубеж, извините. Это за рубеж, да. И вот я поехал в гости к другу моего отца. А у него был сын, чуть-чуть постарше, чем я. И он был профессиональным игроком Тарок. Тарок. А что такое Тарок? Есть Тарок, есть Таро, а есть Тарок. Это происходит... Тарок это игра какая-то, да, типа? Да, Тарок это карточная игра с очень сложными правилами. Я посмотрел, ничего не понял в этой игре. Уважаемые дамы и господа, радиостанция Сан-Гейтс представляет нашего сегодняшнего гостя. Это замечательный Таролог, человек, который посвятил всю свою сознательную жизнь изучению и предсказанию на картах Таро. От Сергея Савченко, который у нас в нашем неизменном прямом эфире, радиостанции Сан-Гейтс, передача Терра Инкогнито. И ее ведущий я, Владимир Гершанов, телефон прямого эфира 847-226-9956. Еще раз здравствуйте. И продолжаем нашу передачу. Так вот, вы рассказывали о том, как вы пришли в Таро. И вот я иду по улицу, вижу книжный магазин, закрытый на обеденный перерыв. И на витрине, лежит в окне, я вижу колоду Таро. Это была Марсельская Таро. В то время я не знал, что такое Марсельская Таро, я не знал вообще, что такое Таро. Я на нее посмотрел, думаю, купить. Вам картики понравились? Нет, мне просто заинтересовала эта игра, это все, думаю, ну это интересно, может быть. Я думаю, ну зачем я ее куплю, с кем я буду в это все играть? Это будет просто лежать, пылиться дома, бессмысленный хвал. И я не купил ее. Через несколько лет, через пару лет я учился уже на ИСТФАКе. Я готовлюсь к истории, к сдаче экзамена по истории России, 19 век. Не очень веселый период, такой достаточно скучный. И вдруг человек показывает карту, это была карта Луна. По телевизору, правильно? По телевизору, да, вот карта Луна. Он, правда, показал другую карту, но тем не менее. Говорит, здесь зашифрована вся история России. Думаю, ну как обидно, я бы достал карту на экзамен, показал бы преподавателю. Короче, Луна. Да, все, все, пять баллов я ушел. И буквально через месяц я встречаю колоду Таро в магазине. Конечно, я ее тут же купил. Конечно, я ее тут же купил. Но это судьба, вы согласны со мной? Да. И я не нашел там ни следа упоминаний. И я на протяжении всей своей жизни не нашел даже тени упоминаний, что там хоть какая-то история, хоть какой-то страны где-то там зашифрована. Я стал смотреть, читать книжечки, пробовать, разложить, как это раскладывается. А это начало 90-х, 90-х какой это был, 91-й или 92-й, я уже не помню, но ведь очень давно. И я делаю первые расклады, и они сбываются. Причем так, что у меня туда еще были волосы, да, в отличие от сегодняшней лысинки. И эти волосы становятся дыбом, насколько это все сходится. И это были не просто гадания, что ты завтра найдешь яководку. Нет, это были серьезные гадания, которые определяют жизнь человека, будет он жить или нет. И я понял, что это очень серьезно. И вот с того момента я начал изучать ТРУ уже на полном серьезе. Через полгода ко мне насилили эти клиенты, причем не давала рекламу, я не говорил, что я гадаю. Да, за денежки приходят, мы слышали, что вы гадаете, погадайте нам, пожалуйста. Еще через два месяца я понял, что я больше ничего не делаю уже. Поэтому я перестал принимать. Потому что не хотите или потому что у вас все получается? Я не могу, потому что они идут таким потоком, что я даже не успеваю приготовить еду. Я их принимал на кухню у себя, первую серию. И я открываю свою первую контору. Ну, есть, конечно, красивое слово офис, но мне еще больше нравится слово контора. Я открываю свою первую контору. У вас есть такое такое. Да, гадательное. Контора глубокого бурения у нас там была. Если вы помните. Нормально. И вот с того самого момента фактически я живу только торгой. Сперва я гадал, потом я начал преподавать, потом так получилось, что я начал ездить за границу. В Чехию, Словакию, читал там курсы. То есть это не я им навязывался, это не меня приглашали. Потом у меня были некоторые перерывы, снова я возвращался к картам. Но фактически я занимался только картами. А с некоторого времени я создал вместе со своим компаньоном русскую школу вторую. И вот я занимаюсь теперь только преподаванием. Я не веду активный прием. Я гадаю своим друзьям, клиентам, которые уже по 5, по 10, по 15 лет вместе со мной. Я не могу бросить этих людей, потому что уже будет нехорошо. Но я не веду сейчас активный прием. Само по себе преподавание занимает очень много сил. Подготовка к курсам, чтение лекции. Это достаточно большая нагрузка. То есть пришлось выбирать. И я выбрал преподавание. Так вы бы могли диссертацию написать по этому поводу, между прочим. А я и написал. Нет, я не пишу. Я сейчас работаю над большой книгой Таро. Ну, посмотрим, что из этого получится. Потому что люди защищают все диссертации по таким темам, казалось бы, бывают. Поэтому карты Таро – это тоже тема. Да, это очень интересная тема. Это очень интересная тема. Есть очень серьезные авторы, которые его исследовали. И история Таро, и иконография Таро, и оккультная история Таро. Это все предмет серьезного научного изучения. Майкл Даммитт, есть такой американский автор, который написал несколько превосходных, блестящих книг по Таро. Которые, к сожалению, не переведены на русский. Недоступны русскоязычному читателю, который, как вы знаете, в большинстве своем не очень хорошо знает английский. How much it is желтые. Это желтые, да. Да. Вот. Поэтому. Ну, я работаю. Да, это интересная тема, это интересная. У меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на чем вообще это все дело построено? То есть, ну, картинки и картинки. Вы в игральных картах тоже картинки. Ну, и раскладываем там что-то и раскладываем. Откуда же все-таки гадатель или вызывающий, или, скажем, мастер колоды знает, что, как, вот, как это все работает? Вот, для непосвященного человека. Это очень сложный вопрос. А поэтому мы бы и за. Да. Существует огромное количество версий, как это работает. Я долгое время даже не пытался ответить на этот вопрос, потому что я видел людей, которые начинали искать на него ответ и заканчивали не в психушке. Ого. Да, это, дело в том, что ты работаешь с некими тонкими штуками, высшими силами, информационным полем, наосферой. Это как угодно можно назвать. Но что бесспорно, это то, с чем ты работаешь, оно в десятки раз больше, чем ты. В сотни раз. То есть, оно большое. А вы чувствуете что-то еще, да, за картами? То есть, вы конкретно чувствуете что-то еще за картами? Вот расскажите про это, про обратную сторону этой Луны. Я предпочитаю вообще об этом не думать. Я отстраняюсь. Меня нет. Я не существую. Я раскладываю карты, я на них смотрю, у меня в голове складывается ответ. Причем, кто-то его слышит, я вижу текст. Я буквально вижу фразу. Я вам расскажу историю. История. Ко мне приходит женщина, говорит, у меня пропал зять. Весной, весной, летом. Он пропал, она пришла ко мне в январе. У меня пропал зять. Вот его нету. Она ходила к кому-то, мне говорят, он в подвале, он там, он жив, он там, с ним что-то, с ним то-то, всякое разное. И я раскладываю карты, и я вижу, да, у меня складывается ответ. Снег сойдет, его найдут. Ого. Ну вот как можно это понять? Ну, все понятно. Я не знаю, как у вас там со снегом. Называется подснежничек, да. Подснежничек. Простит космос мою такую, так сказать, грубость немножко. Так он так и называется. Да, подснежничек, да. И вот, проходит две недели, у нас начинается оттепель. И в этот период его опознают. Он уже два месяца лежит в районном морге. Да. Снег сошел, его нашли. Все правильно. Это не обязательно должно было быть в парке, там, подо льдом где-то. Но я-то точно подумал, что снег растает, март-апрель, и он объявится. Да. Вот это нюанс, который ты, стремясь максимальной точности предсказания, стремясь максимально подробно расшифровать, а клиент часто на этом настаивает, вот здесь есть возможность сделать ошибку. Здесь вообще это очень тяжелая работа. Ну, я не знаю, кто-то это понимает или нет. Реально это очень тяжело. Конечно, конечно. Вы почти шахматист, только еще в 3D Dimension, скажем, развернуты. То есть, если шахматист играет только в шахматы и держа определенное количество каких-то сыгранных партий в голове, перебирая их, то у вас же есть еще обратная сторона этого всего. Есть же еще и энергетика. То есть... Даже не будем говорить об энергетике. Будем говорить просто о реальных жизненных ситуациях. К вам приходит мамаша и говорит, у меня пропала дочь. Она жива или нет? Даже не найду я ее или не найду? Она жива или нет? Я беру колоду и я понимаю, что нет. Она мертвая. Колода тяжелая уже. Можно не гадать. Я раскладываю карту. Она мертвая. И вы так и говорите. Нет. Это ерунда. Вы теперь вторую фразу. Так. Я же работаю. Это моя работа. Ваша дочь мертва. С вас 50 долларов. Ох. А? Даже жестко. Да. И вот ты сидишь и думаешь. То есть это... Вот я сравниваю себя иногда с дипломатом, который подписывает какой-то очень сложный договор. И он должен сказать абсолютно точные слова, которые нельзя истолковать иначе. Которые не допускают никаких там двойных, тройных и так дальше смыслов и толкований. А человек не хочет тебя слышать. И это с этим... Это тоже надо учитывать. И он говорит, а правда, правда моя жена изменяет мне? Правда? Правда. И ты понимаешь, что он только этот ответ хочет узнать. Только да. Ты говоришь, нет, ваше жена не изменяет вам. Вы ничего не знаете. Вы ничего не понимаете в вашей карте. Да. И вы не правые карты, ваши левые. Однажды... Да. У меня просто очень много историй. У меня останавливает. Очень интересный человек. Я думаю, я уже вижу сразу, вот, скажем, если отставить мои магические какие-то изыскания в стороне каббл 20-летнего экспириенса, то я сразу скажу, что у нас будет с вами много передач. Я уже сразу говорю это. Хорошо. Но, скажем так, чем закончилась история, вот, «Ваша дочь мертвовала за 50 долларов». То есть, я знаю, что вы дальше сделали. Я уверен, вы сначала деньги вперед стали, потом принимаете. Нет? Я сказал, и, конечно, я сказал, что карты очень плохие. Я бы не рассчитывал на какой-то позитивный результат. Я всегда так говорю. Для того, чтобы осталось место надежды. Для того, чтобы… А вдруг я ошибаюсь? Такое же тоже может быть. Мне ошибается только тот, кто ничего не делает. Я могу ошибаться. Я допускаю это. Да, да, да. Как сказал… Меня? Да. Да, Ваша. Как сказал один великий старец Силуан, что человек, очень сильно молящийся Богу об одном и том же долгое количество времени, может изменить и время, и пространство, и ситуацию. И расположение Бога к этой ситуации. Поэтому я… Да, бывают разные, знаете, сами. Сто процентов да. И точно так же я не говорю сто процентов нет. Я говорю, это событие очень высоко вероятно, и это событие с очень низкой вероятностью. И дама, конечно, потерянная встала и пошла. И когда она стала спрашивать, сколько она должна, я говорю, вы знаете, это сейчас уже не особо принципиально. То есть вы должны что-то оставить. Но сколько вы оставите, мне, честно сказать, абсолютно все равно. То есть вы вышли красиво на ситуацию? Ну, я так надеюсь. Сергей, а было так, что… Понимаете, у мамы могло и сердце-то схватить. А было такое, что людям плохо становилось на ваших сеансах? Нет. Нет, ну слава Богу. То есть это хорошо. Но стакан воды в ледолг, наверное, присутствует. Салфетки. Салфетки, да. То есть когда дама начинает плакать, вы знаете, вот я считаю свой день прожитым не зря. То есть когда дама не поплачет, я в календаре у себя обживу кружочком черным. День потеря. Поэтому вы поплакали, я спокоен. Вот вам салфетки, все хорошо. Сергей, вы меня заинтриговали. Ну что ж, ну что ж, сказал палач клиент протирать. Да, приступим. Да, приступим, а то у меня еще котик не кормленный. Салфетки. 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 Салфетки.